Дневник за 10 января. Ну вот, кстати, из соцсетей свежая картинка по поводу объема санкций на Россию. Вообще говоря, беспрецедентный. И таких санкций сроду никогда ни на кого не было. И все это именно после февраля 2022 года наступило. Но все знают также об объеме, сколько повыехало всяких специалистов. Про шоу-бизнес больше всего знают, а еще же много всяких других выехало. И размеры миграции, именно такой квалифицированный, тоже беспрецедентный на самом деле. То есть я о чем живем в экстремальное время. Все, в общем, где-то на грани либо полного краха, либо еще чего-то. Скоро будут жуткие перемены, потому что все ненормально стало с 2022 года. Вот в тылу я думаю, что этого не чувствуют. Я тут близко к фронту. Через меня с первой же, даже за три дня еще до спецоперации, через меня идут военные машины каждый день. Поэтому я очень остро чувствую, что мир экстремальный сейчас. Допустим, перебираюсь в магазин по дорогам с забитым грузовиками, с танками, с солдатами, с фронта на фронт. Тут я прям постоянно это все вижу. Все, все, все с ума сошло. Погода сейчас обсуждают еще в соцсетях заморозки. Тут тоже были, буквально два-три дня были заморозки. А сегодня оттепель. У нас вот тут оттепель, как я рассказываю, в региональном цикле. Сегодня вообще минус два. И даже это не чувствуется про морозы. Когда были морозы, вчера, позавчера я просто дома просидел. Никуда не ходил. Запасы еды еще с нового года остались. Что-то там вроде как завтра опять тепло. И потом где-то три дня холодно, по прогнозу. А потом опять будет все время тепло, как обычно в январе тут. На самом деле, периодические заморозки раньше были в январе. Я не знаю, что шумят. Говорят, там ЖКХ где-то под Москвой не справляется. Я не знаю, у нас справляется. В Воронежской области таких проблем точно нет. По крайней мере, где я живу. Из того, что смотрел. Наша биография. Это советская документальная хроника по годам. Я же сейчас по хроникам 20-е веду. Парфенова я давно уже смотрел. Тут Парфенов 70-х. То есть советская хроника. Там 22-й год, 21-й. Естественно, еще и для молодежи. Все так пафосно идет. В Режневское время, когда все вот эти года 20-е подавались, вообще как некая романтика. Хотя, на самом деле, если почитать произведения 20-х, то они были невероятно циничные. Только что война прошла. Ну, в принципе, типичное произведение 20-х – это Бенда Роста. Который про жулика. И вокруг него тоже все сплошное жулье. Но, тем не менее, хроника эта советская, брежневская, довольно интересная по содержанию и исполнению. Со своей точки зрения они красиво это все делают. Понятно, что пропаганда. Но внутренний взгляд из СССР на СССР, он тоже интересен. Потому что мы это утратили. Мы не понимаем, как сами советские на это смотрели. То есть мы как начинаем про это ага, там коллективизация. А они как бы все это по-другому понимали. И тоже интересно посмотреть. Это вот пионеров об истории допрашивают. Из нашей биографии. А вот эта вот комсомолка сдает экзамен по истории. Такие все лица романтические, без косметики. И от них требовалось именно выдавать романтику от комсомольцев. Хотя на самом деле уже в основном потребительские ценности были. Но они там старательно изображают у себя фанатика коммунизма. Это полагалось. Иначе с тобой будут разбираться в том же комсомоле. Почему ты недостаточно искренне воспевал в советскую власть. Ну, кстати, вот типичный контент образовательного канала советского телевидения. Я периодически поминаю в хрониках кино, что был образовательный канал советского телевидения, который я в основном, кстати, и смотрел. Он был довольно интересный. Вот такие вот были там документальные исторические сериалы по типу... Вот это вот наша биография. Там еще был в начале 80-х интересный сериал про Ленина. С подробными цитатами из исторических документов. В том числе из противников Ленина. К сожалению, только несколько серий сохранилось на торрентах, по крайней мере. Там был огромный сериал с анализом подробной истории всей вот начала 20-го века. Причин революции и так далее. Ну и, кстати, можно и солидарность с некоторыми оценками проявить. По крайней мере, русских царей они там правильно ругают. В принципе, действительно. Довели страну до точки и не раскаивались в этом. Вот идиотскую политику царизма в этом советском сериале историческом критикуют совершенно верно. И надо иметь в виду, что в 20-е все-таки в основном расхлебывали еще царизм. Понятно, что в 70-е кивать на преступный царизм это как-то совсем уже не катило. Но в 20-е катило, потому что реально только что вот страна после царизма была с недостаточным уровнем индустриализации. Полстраны неграмотной и так далее. И множество насущных экономических, социальных проблем, культурных царизм никак не решило. И это совершенно верно. Тогда 20-е говорили. И сериал верно тоже это замечает. Цикады, молодежный российский сериал, честно говоря, недосмотрел. Молодежь пьет, танцует, ебется, дерется. Кого-то там убили. Ничего особенного. При всей такой чернухе, если показать это в 70-е годы комсомольцам, они, конечно, скажут, что охренеть просто. А вот на фоне общих сериалов современных ничего особенного. Потому что на тему молодежи все снимают теперь в жанре чернухи. Вот если, опять же, контраст сильный. Если брежневские документалки, молодежь вся такая романтичная, возвышенная, то у нас, наоборот, снимают молодежь вся пьяная в хлам, сексуально озабоченная, паскудная, вплоть до преступлений. Вот у нас просто, теперь у нас стандартно чернушное представление молодежи. На самом деле и то, и то, конечно, стереотип. И советский, и теперешний. Следствие ведет КГБ, документальный сериал 23-го года. Разбирают самые скандарные дела 70-х, 80-х. Но если втянешься, интересно. Вот сегодня как раз досмотрел это. О чем эти все скандарные дела 70-х, 80-х говорят? Что даже из разведки, из дипломатов, из работников всяких закрытых ящиков, то есть из социальных групп, вообще-то хорошо снабжаемых, даже оттуда начали переходить на сторону США. Вот там все эти истории описываются, что достаточно высокопоставленные ставки люди, их все равно не устраивало, только они живут, они все равно предавали страну и служили Америке. Вот что из этого нужно вывести. Ну, конечно, на самом деле сериалы воспевают, значит, доблестные органы КГБ, которые их обнаруживали. Естественно, там также специфическое для спецслужб поведение мира, когда кругом враги тоже нагнетают. Но еще один вопрос нас спрашивается. Первый вопрос у меня, почему тогда, раз все хорошо было, КГБ так хорошо работало, почему тогда в самых высших эшелонах переходили на сторону США? Это же и рискованно, они же понимали, что Америка их и кинуть может, и свои могут порежать, да? Почему тогда так они были? Видимо, чувствовали, что страна прогнила и скоро все рухнет. Ну и второй вопрос напрашивается. А если у нас было такое замечательное КГБ прямо в середине 80-х, то чего же у нас советская власть в конце 80-х рухнула буквально за 4 года? В 1991 году само слово КГБ было практически ругательством у советского народа. Это я хорошо помню. В 90-м, 91-м годах все голосовали за любые антисоветские партии. Чем более антисоветская, тем лучше. То есть вот престиж этого государства и его органов в 91-м был на самом минусе. Именно поэтому, видимо, переворот, этот путь в августовске и не состоялся, да? Потому что уже нечего было и собирать, все были просто против. Ну вот такие новости в плане, что вокруг творится и какие фильмы смотрел.